Его называли укротителем нейтронов и последним универсальным физиком 20-го столетия. Если бы его научные работы были выполнены разными исследователями, то за них можно было бы присудить 8 Нобелевских премий. Но главным результатом научной деятельности итальянского физика Энрико Ферми считается создание первого в мире атомного реактора. Энрико Ферми родился 29 сентября 1901 года в Риме и был младшим из трёх детей Альберто и Иде Ферми, железнодорожного служащего и учительницы. Необыкновенные способности и поразительная память позволила Энрико быть первым в учёбе и пройти трёхгодичный курс лицея за два года. Он с блеском выдержал экзамены в высшую нормальную школу в Пизе, учёбу в которой он совмещал с занятиями в университете. Принимавший экзамены профессор, восхищённый способностями юноши, сказал, что за всю свою долгую профессорскую деятельность он не видел ничего подобного. Самостоятельно по учебникам Энрико изучил высшую математику, теорию относительности и квантовую физику. Некоторые профессора обращались к Ферми за разъяснениями недавних открытий в этих областях. Благодаря протекции влиятельного директора Римского физического института Орсо Марио Корбино, Энрико был направлен на стажировку в Германию и Голландию, где он работал под руководством Макса Борна и Пауля Эренфеста. Там он познакомился с Альбертом Эйнштейном и другими ведущими физиками. В конце 1925 года, узнав о принципе Паули, Ферми рассчитал статистическое распределение таких частиц, как электроны, протоны и нейтроны, которые сегодня в честь него называются фермионами. В 25 лет Ферми занял новую кафедру теоретической физики в Римском университете, где при поддержке молодых талантливых ученых он создал свою научную школу. Впоследствии ее в шутку называли кафедрой Ферми физики, а сам Ферми по аналогии с главой католической церкви получил прозвище Папы. В 27 лет Энрико женился на Лауре Кошен и вскоре у них родились сын и дочь. Вместе с Лаурой Ферми написал классический школьный учебник по физике, который перевели на все основные европейские языки. В жизни Ферми был очень педантичен. С 6 до 8 утра обдумывание и написание теоретических статей, днем двухчасовой перерыв для отдыха и обеда, ровно в 10 вечера ученый ложился спать. В свободное время он посвящал альпинизму, зимним видам спорта и теннису. В 1933 году Ферми создал теорию бета-распада тяжелых элементов и поставил перед собой задачу вызвать искусственный распад атомного ядра. Обычно применявшиеся альфа-частицы он заменил нейтронами, которыми стал бомбардировать все элементы таблицы Менделеева. В результате было выявлено 50 новых радиоактивных изотопов. Также Ферми обнаружил, что в насыщенных водородом веществах нейтроны сильно замедляются и легче вступают в ядерные реакции. Роль первого замедлителя нейтронов сыграл прудик для золотых рыбок во дворе института. После прихода к власти в Италии фашистской диктатуры Муссолини в стране были приняты антисемитские законы, под которые подпадала жена Ферми. В 1938 году Энрико вместе с семьей отправился в Стокгольм на церемонию вручения Нобелевской премии. Вместо того, чтобы вернуться в Италию, ученый с женой и детьми отправился в Америку. В 1939 году германские ученые Отто Ганн и Фритц Штрасман обнаружили, что при облучении урана нейтронами происходит его расщепление. Ферми сразу указал, что в ходе этой реакции должно выделяться огромное количество энергии и выдвинул идею цепной реакции. В 1942 году по решению президента США Рузвельта начал работать Манхэттенский проект по разработке атомного оружия. Энрико Ферми назначили руководителем работ по созданию ядерного реактора, который построили в Чикаго под трибунами университетского стадиона. 2 декабря 1942 года была осуществлена первая в мире цепная реакция деления атомов урана. Свою работу Ферми продолжил в Лос-Аламосе в качестве заместителя Роберта Оппенгеймера и принял непосредственное участие в подготовке первого ядерного взрыва. 6 и 9 августа 1945 года две атомные бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. Ферми не возражал против этого. Он говорил, не надоедайте мне своими терзаниями совести, в конце концов, это превосходная физика. Позже ученый понял свою ошибку и резко выступил против использования еще более страшного оружия – водородной бомбы. В послевоенные годы Ферми преподавал в Чикагском университете и занимался физикой высоких энергий. 29 ноября 1954 года, в возрасте 53 лет, великий физик 20-го столетия Энрико Ферми ушел из жизни. На следующий год физики открыли новый элемент периодической системы, который назвали в его честь Фермием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова